Я реально в шоке от того, что я вижу. Это фантастика, господи, спасибо за то, что ты сотворил мир именно таким, что он может тебя просто порадовать. Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас в Абхазии. Сегодня мы отправляемся опять в горы, но немножко в другую часть. Мы сегодня с вами будем смотреть город-призрак и три водопада. Что, страшно уже стало? Я надеюсь, что этот мостик меня выдержит, ребятки. Ну а первым на пути у нас встречается город Курчал. Это город-герой Абхазии. Можете информацию почитать в интернете, что, как и почему. И вот первый подвесной мост, который у нас встретился на пути. В начале населенного пункта стояли машины, которые предлагали за 5000 рублей отвезти нас на водопады. Мы же выбрали свой маршрут, пойдем погуляем, посмотрим по сторонам. Тем более туристов сейчас не так уж и много, но мост действительно вызывает небольшое опасение. Но кто мы, если не будем, как говорится, рисковать и использовать такие места для того, чтобы побывать в разных точках и разных населенных пунктов. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем нашу прогулку. Сам поселочек расположен в складках гор. Самое главное, что здесь есть рабдоновые источники. Ну а также рядышком находился город Ахамара, который являлся центром угледобычи. И в том городе была прям жизнь. Но это было все до распада Советского Союза и до войны. Час совсем все по-другому. Или по пути, но встречается. С недавнего времени это направление стало очень популярным у туристов. И из-за этого здесь начинает разрастаться туристическая инфраструктура. Только посмотрите на былое величие зданий. Это железнодорожный вокзал. С правой стороны тоже завод. Масштабные такие предприятия. Какие здания, да, заброшенные, ребята. Аж сердце сжимается. И тут вам, пожалуйста, новое благоустроюство. Плиточка через реку облагорожен. Мостик приходит и сюда возвращается жизнь. Хотя вот дома частично живут. И люди частично даже с токов сортными нет. Здесь такие нормальные живые районы есть. Но опять-таки, где-то даже окон в домах нет. А где-то видно, что люди живут, кондиционеры стоят. Сам город, центр. Везде здесь можете увидеть, что предлагают джипинг-туры, экскурсии. Нам сказали, что мы не проедем буквально. Вот машинка 5 тысяч рублей дайте. Арендуйте у нас машину и езжайте. То есть ценник везде одинаковый. 5 тысяч. Ресторанчик. Ну, походу, он уже подзакрыт. Палка так прижатая. Интересно, конечно, сможем мы туда добраться или нет. Прям большой вопрос. Или только действительно на джипах. Пады, которые предлагают вот за 5 тысяч рублей. Везде прям вот один ценник, я так понимаю, кто-то установил. И все, сказали. Будем ездить по такому. Здесь мы остановились. Есть обзорная площадка. По 150 рублей на нее подъем. Вау. Вот это, походу, железнодорожный мост, которым я слышал, находится внизу. Невероятной красоты. Река протекает. Место топовое, видовое. Мост, конечно, заслуживает отдельного воспаления. Ну, может быть, стоило я подняться на эту руку. Ну, что-то мне особо хочется. Место топовое, видовое. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Движение такое интересное становится Нам еще ехать до самого города Акамара 7 километров 21 минуту показывает навигатор В поворотах открываются невероятные виды Но надо смотреть не на дорогу Не то куда ты едешь Дорога здесь, асфальт кончился Гравийка пошла Мы проехали один километр Всего лишь А Ксюня смотрит фильм С чипсами Кино под названием Абхазские горы Кусочки скал разбросаны И туда дорога даже какая-то нарезанная В лес Главное боитесь коров Ребята Вчера нам вообще прям в лоб Выскочила одна Хорошо, что Был возможность для остановки На пути встречаются То ли остановки То ли места отдыха Мне кажется Нас тот чувак очень обманул Что мы никуда не поедем Вот пожалуйста Гостевой дом Амза С правой стороны тут Сады какие-то В общем вполне себе Живое место Вон там Ликовые машины стоят Но нам ехать еще 3-9 километров Тут в горах Идет с левой стороны От нас еще Железная дорога Но там рельсы Уточили давно от нее Вот в этом месте Тоже очень интересный Вид и мост С левой стороны Как он ребята Вот это ручей Внизу Тоже такое Вау Примерно так Тот нос Который мы полетали В самом начале Нашел пути Мы здесь остановились Чтобы оценить Масштаб реки О Что-то мы Зря тут на краю стоим Посмотри Как подмыл Это угол весь висит А я машину сюда выгнал Сейчас брык И туда упало Виды Вау Воздух Здесь Великолепный То есть ощущаешься Действительно в горах И плюс свежесть Такая классная Вот так мы прогулялись Ребятки А Даже видно Уже провисло Надо уезжать С этого места Как тебе Мы только что Там ходили В общем поехали Мы с этой Второй площадки По добру По здорову Вот я представляю Мы доехали До конца площадки Только брык туда И все И нас нет Смотрите Сели Ребятки Сходил Какие красивые Рельефы Тут обнажил Полянка Одна красивая Другая Лошадка Такое ощущение Что как будто Прямо знаете Для кино Сознанное От сюда Заезжаете И там можно Покушаться Вот внутри Газнинца Радуновый источник В левого идете Там такая красотища Показана у них Виды конечно На мосты Это как отдельный Вид искусства Здесь Едешь Пац В горах Кусочек моста Дальше Наверное Тоннели Видно Отсюда Этот домик Бассейн Который Там был На фотографиях Интересно Вот Бесплатно Можно Пройти Туда Кордоновым Ванном Река Махми Называется Но это Друзья Город Как Акармара Видите Какие Огромные Здания Заброшены Без окон Без дверей Виды конечно Здесь Просто Вау Это вот Мост Через эту реку Моментами Прям радуюсь Что Советский Союз Здесь Приложил руки Вот вам Первый Вот это Виды Просто Вау Да Вау Деск Комментарьев Очень красиво Я надеюсь Что у тебя Запчасти Которые там валяются Они не От моста Отвалились Здравствуйте Собака Ребята Проехала Вот эта машина Тут так Вибрирует Мост этот Крещен Развалится Просто Она Причем Даже Негруженная Ну и Поехали дальше Символ Этого городка То что он Раньше Представлял Из себя Это городок Шахтеров Такая вот Шахтерская Каска Здесь лежит Над нами Там Вверху Находилась Школа На 800 300 мест Она Она Закрыта Там Рядочком С ней Можно Походить Здесь Находится Нижняя Поликлиника Здание ЖД вокзала Туда Проедем Вот Можете Увидеть Остатки Роскоши Как Быстро Растения Захватывают Тропические Все здания Зарастают Ими Раньше Сюда Люди Говорят Что Получить Квартиру В этом Промышленном Городке Ждали По Несколько Лет Меня Такие Места Притягивают Фонтанчик Столько Труда Было Ложно Такие Окна Арочные Это 100% Именно Польница Поликлиника Сюда Спускаемся К ней Виды Захватывают Смотришь Как Здесь Жизнь Остановилась Хотя Рядом Вот Вон Пожалуйста Люди Еще Живут Здесь Больничные Корпуса Сейчас Тоже Пройдемся Еще К реке Спустимся Там Внизу Пятиэтажки Вот Так Вот Выглядит Город Призрак Здесь Кипела Жизнь Жила 5000 Человек Самые Лучшие Годы Тяжело Было Попасть Такие Места Чтобы Устроиться На Работу Сейчас Все В таком Заброшенном Запустении Тоже Пятиэтажка Былое Величие Бывшая Электростанция Все Выкрутили Сломали А здесь Вот Пожалуйста Люди Живут Частный Сектор Тут Как бы Пароход Закрыт К реке Не подойти С этой стороны Думал Свернуть Думал Может Тут Где-то Можно Увидеть Что А тут Просто Люди Свой Мусор Сбрасывают В реку Пипят Вот Как Так Можно Ну Это Двери Люди Подставляют Залезть Внутри Полазить Пойдемте Хоть В одну Квартиру Поднимемся Глянем Как Это Все Раньше Выглядело Тут Ходят Коровы Даже Что Говорит О Нас Так Я думаю На первом этаже Особо Неинтересно Надо Куда-то Повыше Подниматься Повыше Мы Не Пойдем Задите Потолок Сэпица Церости Это Предпоследний Этаж Давайте Посмотрим Обстановочку Смотрите Даже Вещи Люди Бросали Обувь С тех Времен Это Скорее Всего Кухня Здесь Был Санузел Кладовка Что Ли Наверное И Балкон Посмотрите С каким Видом Можно Было Проживать Там Проглядывается Кстати ЖД Вокзал Все Фурика Шумит Невероятно Так Это Уже Совмещенный Балкон Лоджия Огромная Причем Я таких Сколько Был в квартирах Настолько Широких Никогда Не видел Выступ На балкон Сама Лоджия Ой Главное Никуда Не провалиться Комната Очень Интересно То есть Вот Мы Туда Зашли На Кухню Чтобы Не путать Даже Дверь Осталась Еще Идем Далее Здесь Второй Санузел Здесь Скорее всего Был Просто Унитаз Жалко Света Не хватает Вот Такой Простор Еще Комната Комната Петра Початку Давайте Посмотрим Вот Если По Прямой Бо Сюда Заходили Тоже Видите Дверь Сохранилась Звонок Даже Был Ха Сейчас Если бы он Звонил Я бы Подпрыгнул Так В левую Сторону Комната Слушай, такое ощущение, как будто тут кто-то проживал и во время дождя подставляли тазики под воду, чтобы не протекало. Я думаю, что да, то есть такие же туристы, как и мы, приходили, смотрели. Ой, смотри, даже гардина старая с этими прицепленными. То есть это такая небольшая кухонька была здесь. Балкон, балкон, кстати, тоже совмещен. Здесь вот с этой стороны, видите, нет такой огромной лоджии, как стой с видом на реку. То есть это такая мини-уютная квартирка, однокомнатная, санузел. Жалко, санузел мы не можем увидеть, не знаю, как вам показать. Вот он, унитаз с раковиной даже остались, сан-фаянсы, да. И с этой стороны у нас гардероб, может тут можно было вещь повесить. Давайте смотрим другую планировочку. Заходи, заходи, не больше. Тоже опять выходим. Слева санузел, здесь более просторный, кухня побольше уже. Чемоданчик сегодня нашел, а в чемоданчике уже все нашли до тебя. Тут даже трубы сохранились, как-то стояк не вырвались сверху. Тоже трубы есть, окна, двери. Странно, не все утащили. Тут большущий такой балкон был на всю длину, но опять-таки не как-то супер лоджия. О, тут смотрите, тут большущий зал, двери какие-то на балкон огромные, да. Интересная планировка, батареи все скручены, утащено все. Интересно смотреть, конечно, как раньше люди жили. Тоже выход на балкон, смотрим дальше. О, помазок даже есть, и покопаться можно, много чего интересного найти, на самом деле. Вот что это у тебя лежит, вот это, эти, что это такое интересное, непонятно. Смотрим дальше. Здесь у нас еще один санузел, вход в него. Ну, а здесь уже деревья растут, пустили свои корни, вьюны. Тоже одна комната, вот это прям топчик, да. Она с углыми окнами, окнами, и здесь очень много солнца попадало. Вид тоже невероятный. Балкон, кстати, со всеми тремя комнатами совмещен. Ну, и еще одна квартира, когда поднимаетесь, первая справа. Я думаю, это будет самая крутая, наверное. Провода, кстати, алюминий не утащили. Странно, везде было все вырвано. Итак, по прямой у нас комната, здесь направо это был санузел. Санузел есть. Везде это подкапывает. Вполне уже прогнило все. Ну, и растение пускает свои корни. Здесь кладовочка, тоже огромная просто лоджия. Шум водопада. Зал. То есть мы по прямой прошли. Здесь больше, кстати, разного скарба. Можете увидеть, что здесь только нету с того времени. Ну, я такие помню, да, там мыльные принадлежности были. Мыльницы, бутылочки, бидон, эмалированные кружки. Прям много всего разного здесь насобиралось. Идем влево. Здесь еще одна комната. Ну, по прямой санузел еще один. И здесь. Вот так вот цивилизация СССР строила квартирки. Где-то в горах. С этой стороны выход. Балкон тоже гардины. Пластиковые. О, вот такое тоже. Помню, с дерева делать стружки. Клево. И с этой стороны. Еще одна комната и выход на общую лоджию. Ну, здесь, как бы, получается, как лоджия тоже, да, только с окном. С видом на горы. Как тебе планировка квартиры? Просто, да, можно потеряться. Огромная. Многие могут не понять, почему вообще такое произошло. Произошло это, ребятки, из-за войны. Распад СССР и всего вместе взят на купе. Почитайте историю, там все как бы расписано. Повторять википедию особо не хочется. Но вот жалко людей. И дай Бог, чтобы мир был всегда на земле. На большом сожалению, такое ощущение, что мы на пути третьей мировой войны сейчас стоим. И наши потомки могут также приходить потом в наши города и смотреть. Если, конечно, у нас будут потомки. Ядерная война может поставить вообще на всем большущий крест. И таких квартир здесь бесчисленное множество. Вот это одна пятиэтажка. Можно вот в любую заходить, идти смотреть. Причем первые этажи, наверное, самые сохранившиеся. Потому что вода до них меньше протекает с крыши. Так и становилась жизнь в этих местах. Просто невероятно природных. И сколько? Тридцать лет, наверное, прошло запустение. Можете увидеть их сейчас в таком состоянии. Смотрите, здесь даже лоджии сохранились. Все стеклянные в этих угловых квартирах. Стекла есть. Тут, наверное, до последнего жили люди. Не хотели уходить. Ну, тут больше делать нечего. Только там пару закусочных для туристов. И тоже закрывающихся сейчас. И ребята, которые на джипах возят под опадом. Просто хочется плакать, когда ты видишь такое запустение. Кто-то гулял там, нашел старые туфельки. Только что вот были снизу этого дома. Сейчас обошли, вернулись обратно. И идем к мосту. Хотя, получается, тут можно было пройти дальше. Потом где-то выщемиться в этом районе. Но по грязи соблолазить не хочется. Поэтому проще обходить. Мы выходим на очередной мост, ребятки. Посмотрите, какая красота. И здесь дорога на ЖД вокзал. Теперь, конечно, такой вал создается. Смотрим на реку с этой стороны. Вот и все. В зелени все заброшенные дома. Здесь, как я понимаю, дорога ведет именно наш ЖД вокзал. Перед нами тут машина только что проехала. Мне тут было бы тяжелее. Потому что краска у меня прям не очень по сравнению с ней. Ну, тоже можно его проскочить. Так. Через чуть-чуть серпантина мы вышли к бывшему ЖД вокзалу. Сейчас попробую разберись, где тут что-то было. Тут, наверное, когда-то был вход. Колонны красивые. Но сейчас сюда уже войти можно только с левой стороны. А то смотрю, что не я один заприметил эту нычку. И люди здесь заходили. Оп-оп. И воды много. Пальмы, папоротники. Главное чтобы... Вот я вот за этих переживаю, лаборатор actors, которые сидите дома по-братски. Сегодня не ваш день. Вообще... Это подземный переход, я так понимаю. В ту сторону можно вылазить. Ксения преодолевает преграды тоже. Пробуем все-таки где-то подойти. Но это очень сложно. На меня напали. Тут, наверное, не пройдем. Такое себе удовольствие от путешествия на бывший ЖД вокзал. Смотрите, погрузка угля осуществлялась. Все это так уже развалено, сломано. Ждрельцы ворованы. Еще немножко вид на левую сторону, чтобы точно понимали, что такого прям сверхинтересного здесь, наверное, ничего нет. Если кто-то как сталкеритом любит полазить по таким местам, то велкам. У меня такого бешеного звания здесь нет. Поднимаемся уже от центра чуть-чуть выше. Здесь тоже разрушенное здание. Самое интересное, что мы внизу увидели с квадрокоптера, что там в некоторых зданиях даже кровли восстановлены. Возможно, когда-нибудь сюда жизнь вернется. Но пока здесь одна разруха. Очень много разрушенных зданий. Но точки поесть есть. Дорога тоже хорошая. Сверху вот видел вот это место. Тоже разрушенное здание. Лестничка сделана. Тут даже вода уже стыкает. Тоже дома уже не угадываются практически сквозь заросли. Вendях. Кв забол beans. Вдюга Чер Combat с головой конвертой лейтой лейтой лейтой. Румы обдаст ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что это такое? Мы не знаем, что это, но очень интересно, что это. Поднимаемся дальше выше в горы. У нас, кстати, сели тучи, пока мы летали. Гуляли там внизу. Ну, ладно. Солнышко, все равно спасибо, что у нас было. Еще один, ребятки, домик такой заброшенный отсюда. Нас показывает музей в Шахтер. Давайте сходим, посмотрим. Проехать в эту сторону по 300 рублей с человека. Так, последователь Остапа Бентера, я вас люблю. Местечко это называется райский уголок золотоносец. Тоже очень много еще заброшек разнообразных по пути встречается. Вот, смотрите, я уже прям рад, что мы сюда заехали в такие более сохранившиеся дома. Даже в некоторых живут люди. Видите, и освещение есть, и некоторые разрушены. Вот, как бы покушать можно, получается, или там военные вообще сидят. Внутри город-призрак, музей Шахтера. Мужчина без переднего моста, гараж просто, говорю, половина разваленный. Мы дальше уходим куда-то в лес. Направление Джантуха, тут главное еще не заблудиться. Можно куда-нибудь не туда уехать. Поворачиваю взгляд, начинаешь различать дома, прям стоят в ущелье. Ну, тут первая остановка, мост влюбленных называется. То, за что мы отдали 300 рублей с человека. Можно вот тут сесть вдвоем, сердечек. Оно крутится, ребята. Что-то влюбленные. И тут я чуть не родил кого-то. Да, я там не хочу сидеть, я уже влюбился. Пошли дальше. Вот, слушай, по металлическому мосту мне кажется, было гораздо более безопасно ходить. Тут такие доски. Не знаю, бог, он где-то вставается, слушайте. Ну, такое себе, я прямо скажу, удовольствие. Смотрите, тут уже обломал. Мост влюбленных. Мост для самоубийц тут. Ксения, у нас вообще не решилось, да, идти? Ну, ладно тебе, прощай. Нет, прощай. А, ну хорошо. На, я тут положу. Давайте уже решимся на то, чтобы пройти внизу река. Я думаю, что тут раньше по этому мосту вообще ходили без вот этой сеточки даже. Довольно-таки высоко. Те люди, кто боится высоты, здесь прям кайфанут. Особенно, если есть понятие, да, что там уже мост прогнил частично и не держится. Ну, туда нам точно не надо, поэтому можно возвращаться обратно. Ну, ладно. Мост для тех, кто немножко не боится. Все вообще там прилипло. И наблюдает таким взглядом, говорит, что сейчас будет. Видите, вдоль реки. Тут такие ручейки сверху стекающие. Образуют вот такую невероятно красивую фактуру скалы. Река образует пороги внизу. Везде водопады со всех стен стекают. То есть не вид, а просто вау. Особенно для любителей моряки, я думаю, очень зайдет. Ну, будьте бдительны. Смотрите, машины тут тоже есть от на встречу. Какие краски. Во-вторых, сколько здесь всего заброшенного. Тут кто-то порубал деревья. Такое ощущение, как вы знаете, хотят этим местам дать вторую жизнь. Ну, или может что-то придумать с ними. Не зря, что только зачищали эти места. Ух, тут раньше, видите, сюда приезжали на машины, загружали уголь. И потом вывозились уже поездами. Видели какую-то дырку в скале. И не смогли не пройти мимо. Ну, я так понимаю, что это что-то прикольное. Ну, это просто река, наверное. Жаль. Хотя нет, сюда рельсы подходили, ребята. Это все-таки какой-то старый. Ух, прикольно. Слушайте, он даже ничем не закрыт. Были бы у нас тут сапоги. Оу. Ух ты. Крутяк. Вот мы сейчас туда полезли бы. Знаете, она затопленная, видите. Но это шахтерская тема, сто процентов. И давно здесь никто не ходил. Кто-то вон, видишь, наступил, провалился. Круто. Слушайте. Ну, вот жалко, что... Жаль, нет сапогов. Оу-оу. Ух. Мы уже вот с той дырки вылезли. И только уезжать в машину я увидел тут такую вот табличку. Я вот не знаю, сюда ли нам надо идти. Пролезем? Может, другой есть? Вот для чего нужны женщины, хорошо. Отправляющих первыми, если они попадут в какую-то дырку. Кстати, здесь действительно... Мухи не знаю, что делать. Да, потом я ее буду спасать. Она подумает, что я ее принц. Да, ну так странно, мы на водопад еще не пробирались. Реально говорю. Если здесь его нет, будет немножко обидно. У-у-у! А вот здесь есть! Ну, вот те, где понимаю, почему это место... Это облагораживают аккуратненько. Потому что здесь есть водопад. Это озеро. Ух! Слушай, а неплохой водопад. Там несколько порогов, спускающихся вниз. И здесь водопад. Ну, единственным обедом, что это рукотворный, конечно, водопад. Тут залита бетонная стена. Но все равно очень красиво смотрится. А здесь дача каскады. Тут, конечно, вода уже поработала, поразрушала все, что тут было сделано раньше. Конечно, выглядит все интересно, когда ты лазишь по этим скалам, по водопадам. Тут, видите, второй каскад пошел, ребят. И в ту сторону один каскад. Вот такая вот красотища. Здесь стоит прям такая свежесть. Круто. Мы здесь дальше встретились с тем, что, возможно, дальше не проедем. Это выглядит немножко печально. Здесь случился сель, и пять минут, говорят, и можно будет ехать. Вот, мне интересно, мы тут проедем или не проедем. Ну, короче, автобус не получается подняться. Ребят, автобус не проехал, мы пытаемся проехать. Я не знаю, зачем мы это делаем, но прикольно. Мы сейчас спустились назад с задним входом. Сейчас посмотрим, получится ли у меня туда заехать. Это прям вопрос на миллион. Да или нет? Легко, я думаю, проскочим. Пролезли. Обратно бы еще вернуться теперь. Тут тоже красиво. Даже березы появились. Кто там или это не березы? Ну, что-то очень похоже. Кто скучал, ребята. Потом дорога здесь такая же, как мы ездили на поляну. Помните, пытались прорваться. Только там мы в сель и не попадали. Здесь вот еще и сель перед нами сошла. Надеюсь, обратно вернемся. Ну, если что, то где-то переночуем. Вот здесь на пути есть возможность покушать, а пацха имеется. Мы не зря сюда ехали. Я смотрю. Здесь каскад водопадов. Один называется «Радужный». Вот этот вот. Тот, который туда дальше, это «Золотоносец». И там есть еще качелька. Туда можно прогуляться. Ксения пошла одеваться потеплее. Хочу сказать, что я думал, что мы зря сюда едем. Особенно вот сейчас вот преодолевая эту сель. И вот тут еще лисиму водопаду замыло. Тропу не пройти. Но даже то, что я сейчас здесь увидел, у меня прям такой восторг. Очень красиво, очень классно. Мне, честно, от души прям понравилось. Такой вау. Эффект это. Фантастические виды. Я не думал, что мне так, конечно, нравятся водопады. Но, как оказалось, я от них просто тащусь. Самое интересное, что я в какой-то момент чуть не повернул назад. Думаю, эй, не будем рисковать уже. И хорошо, что я этого не сделал. Так, здесь у нас к радужному спуску. С каждым шагом ты понимаешь, насколько это все очень красиво. Вау. Теперь, на крайней мере, душ захватывает. Обязательно, ребят, напишите, а как вам такой водопад. И смотреть на это чудо природы одно удовольствие. А еще здесь везде лопухи. И обувь надо очень удобно, ребятки. У меня, по-честному, захватывает дух. Это пока самый большой водопад, который я видел. На вид он метров, наверное, 12-13. А сегодня мы должны вообще побывать возле водопада, если успеем, который 100 метров. Какая красота. Жалко, что сейчас еще не жара. Можно было, конечно, вообще искупаться в нем. Но повезло. Как я не знаю, будет ли видно на монтаже, тут радуга. Солнце пробилось. И такая красотища. Чтобы спуститься в самый низ, тут пришлось даже камеру отключать, убирать. Потому что очень скользко. Воды здесь прям много. Но это все ради того, чтобы увидеть его во всей красе. Невероятный радужный водопад. Жалко, может быть, что я не бывал до этого на Герцком водопаде. Потому что, если даже мне радужный дошел, то там мне бы точно понравилось. Непрерывный поток воды, он просто летит. И стачивает камни. Круто. Двигаемся к следующему водопаду. Ну и грязь, конечно. Зато из-за воды водопады гораздо более мощные. Открывается вид. Вау. Тут надо передавать, стараться, атмосферу. Здесь горит даже свет. С правой стороны, это да. Речушка. Образует невероятный грот. Вот это да. Просто ручеек такой. Посмотрите, ребята. Как это невообразимо красиво. Вот такой вот. Такой бассейн. И водопадик еще небольшой. Каскад просто. Вот это круто смотрится, природные водопады. Тут растут грибы, завальные деревья. Чего тут только нет. Ну и пришло время увидеть этот водопад. Еще одно чудо. Вау. Вы только посмотрите, какой поток воды. Какой масштаб. Водопад золотоносец. Тут можно поскакать по камням. И выбрать вот. Раз, два. Ох! Хорошо, что он не скользкий. Потому что был бы шок-контент. Но это бы стоило того, чтобы увидеть вот эту красоту. Просто невероятный эффект. Сверхзалипательно. Можно сидеть такой. И даже не слышу себя, ребят. Как громко говорить водопад. Смотрите, там какой он создает ветер. В синие летят волосы. Невероятно. Просто невероятно. Очень круто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хочу сказать, что мне понравилась водочка Очень тонкое тесто Давно такого не встречал И с таким видом После того, как мы спустились Поднялись, надышались, нагулялись Не может просто не понравится Джиперы сидят обсуждают Как они поднимались на гору Чтобы вы понимали, они все на козлах И у них явно подвеска выше, чем моя Я там цеплял Я надеюсь, что они не сильно сделали колею И я смогу отсюда выбраться Но в любом случае, они будут после меня спускаться Если что, им придется меня убирать За дороги Итак, самое важное, главное 740 рублей мы отдали за ту еду То есть две лодочки, чай, кофе Вкусно, классно, с шикарным видом В принципе, отлично Хотелось бы еще отметить, как здесь можно помить ручки и попить Такие вот кувшинчики сделаны Прямо из скалы Вкусная водичка? Да Ну, это самое главное А туда вниз туалет находится Ну что, путь обратно такой чисто Проверка, сможем ли мы сейчас вырваться отсюда или нет Здесь спустился уже тракторочек И постепенно расчищает Ох ты, я так еще не ездил Огонь Ах, Максим, прости Ну, мы прошли И тут от того поворота Камара В город, где мы пошли наверх На вот эти водопадики Вообще идет идеально новая дорога В удовольствие ехать Вот именно от этого участка Возможно, в скором времени доделают до самого водопада И тогда туда поток туристов просто будет зашкаливать Мы заплатили здесь на въезде сейчас 300 рублей с человека То есть опять отдали 600 И едем на водопады Великан и Ирина До ресторана спокойно доезжаем А дальше, говорит, вложат асфальт И туда пока не проедем То есть едем до ресторана Единственный минус, конечно Что у нас потихонечку садится солнышко И нам надо успеть на два водопада Нам сказали, что мы можем успеть Квитким холодом от реки веет Красотища Самый кафедр, реально дорога просто Местами у нас там дома такой дороги нет Но вот что значит деньги приносят И люди вкладывают в развитие этого направления Жалко, конечно, джиперов, которые нафиг никому не нужны Будут уже в дальнейшем Потому что сюда будут ездить экскурсионные туры На автобусах по таким-то дорогам Итак, вот до этого плато сейчас достроена дорога Отсюда идет ее дальше Укладка асфальта Туда 800 метров где-то ребята пришли Говорят, до Святого дойти водопады Мы чуть-чуть возвращаемся и пойдем Великан либо Ирина Там два водопада, говорят, они самые крутые Говорят, все водопады крутые Поэтому надо идти смотреть все Можно было, в принципе, взять джип И туда на джипе отправиться Но, как говорится, экономим деньги И тренируем наши ноги Чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей И так сюда заехали по 300 Заплатили 600 рублей Еще сейчас джиперы здесь Тоже неплохо денег просят Последний вот А Камара Три с половиной висела Чтобы съесть Дорога вот такая Вот, в принципе Я думаю, сюда При желании Можно даже на легковой машине Забраться Ну, мне мужчина сказал Вот на прошлом водопаде Говорит, который отсюда уже прыгнул Говорит, я бы не стал машину убивать Что там? Говорит, недалеко идти Прогулялись, да и все Джиперы здесь Спускаются, вы видите сами как Из особых напрягов Больше нравится Факта такого Так смотрится Красиво, конечно Таких машинках То там, то там Текчет водичка Смотрится это довольно таки живописно Ну и прогулка по лесу В гору Очень сильно прокачивает легкие Особенно после чащи, да, Ксения Кто-то оторвал У Азика сидушку И постарал тут Сидеть Короче Подъем тут довольно таки резкий И тяжелой Даже вот Ксения уже все Ты когда дышишь ртом Все пересыхает в горле Ой, мы умрем Мы все умрем Когда-нибудь Но не сегодня Люди не ходите в походы Особенно если у вас два квадрокоптера Один в рюкзаке Один здесь Куча батареек к ним И не ползете вот туда в гору куда-то Мне кажется коптюрчик был тут сейчас просто Как бы скакал как себе домой бы Но единственный момент что Грязь Если бы было бы сухо Я бы наверное легко бы поехал И поднялся Ну а так ногами, ногами Я уже чувствую мы где-то рядом Но это не точно Так, Ксения уже сделался третью ногу И мы поднялись такое ощущение как будто на самую верхнюю точку Этого перевала Ребятки Надежда по крайне мере у нас точно так Трубу прорвало Прикол Мне нравится Ребаться резко в трубу чулк И потекло Красота Здесь по всей длине ее Порвало эту трубу Причем ее уже чинили И вода ручьями стекает С гор Мы уже куда-то пришли Точно Дальше люди идут пешочком Машинки здесь Останавливаются И разъезжаются Мяу Все осталось все чуть-чуть пешочком Конечно вот такие моменты тоже Встречаются Не будем обращать внимание Наслаждаемся местами ребята Здесь стоит сразу указатели Водопад Ирина И Адау Великан Адау Великан направо Адау Великан самый большой водопад Считается в Абхазии 100 метровая высота у него должна быть В общем мы решили сначала к Адау Великану Потом уже к Ирине прогуляемся Как в тропическом лесу где-то Двигаемся Такая картинка Мы поднялись примерно за 20 минут Ну это по расчетам Ксении Скажут, что за сегодня у нас 11326 пройдено Здесь идя по лесу тоже скользко Будьте внимательны и аккуратны Тут ходят и с детьми Но на прошлом водопаде Я одного ребенка спросил Как тебе вообще водопад Он говорит Мне понравилось кататься на качелях А водопад Поэтому ребят Думаю, что детей особо не стоит брать на такие маршруты Взрослым это вау эфир Хотя может в летний период Когда можно искупаться в водопадах Детям зайдет гораздо больше Я уже слышу его шум Тут очень тяжело В некоторых местах можно соскользнуться И я так понимаю, что некоторые люди даже срываются Уходят туда Поэтому будьте бдительны и благоразумны Но маршрут интересный Встречаются туристы в возрасте Которые тоже покоряют этот маршрут И говорят, что это серединка только мы прошли Но путешествие стоит того, чтобы его увидеть Дальше, ребята, начинается нечто Тут, чтобы вы не упали Супер безопасности система Бамбуковое ограждение В таких местах еще о безопасности речи не идет Надо быть аккуратным и глядеть под ноги Мы где-то высоко в горах Но это того стоит Я даже не думал, что у меня такие кадры появятся в коллекции Потому что здесь не был Это невероятно Даже просто сам маршрут до водопадов Хочется сказать, что мы находимся на каких-то островах Где-то, не знаю, не в России, не в Абхазии Потому что мы идем такими маршрутами по какому-то лесу Где очень много вечно зеленых А это осень Здесь каждый вид хочется снять и вам показать Восторг вызывает абсолютно все Алексей не говорил, давай развернемся, пойдем обратно Он сказал, нет Вот благодаря ей мы добрались все-таки до сюда Вы слышите то, что там происходит Я отсюда уже краешком глаза начинаю его видеть Офигеть Ну как там? Любовь убежала вперед Это хорошо, что так Просто вау Ребята, это не описать словами Посмотрите на эти скалы И посмотрите на сам водопад Невероятно Вот это да Здесь самое интересное то, что нам под этим водопадом придется еще проходить Фантастик Это просто нереально Посмотрите, что под ногами Оно того явно стоило Какова красота Запомните этот момент, ребята Это водопад Великан Самый большой водопад Абхазии Я не знаю, где у нас еще в стране есть вот такой же водопад Похожий на Абхазский водопад Или в Абхазии Такой же, говорят, может Геркский может с ним по красоте сравниться Но то, что я вижу, это невероятная красота И он падает туда вниз Мамочки, вот это да Итак, ребята, я рискнул Я очень надеюсь, что мой квадрокоптер не пострадает от потоков воды Ё-моё Вот это да Тут невозможно не остановиться Во-первых, чтобы это не сфотографировать Во-вторых, чтобы не снять это на видео Как летит вода Какие ощущения Невероятные просто Это космос Я никогда не был под водопадом Под более таким большим То есть в водопаде реально И все Вы посмотрите, что здесь происходит Вот это да Я очень надеюсь, что у меня хоть что-то сняло Надо убегать, здесь вода летит Масштабная картинка, конечно Сейчас отойдем подальше Вы все увидите Что здесь вообще можно разглядеть Конечно В ту сторону открывается невероятный вид на горы и леса Ну а здесь Самый красивый водопад, который я видел в своей жизни Ой, дорогие друзья Это что-то невероятное Вот и тю проходит тоже под водопадом Посмотрите, как она маленькая Какой огромный он Водопад большой Великая она В портель попала вода Я надеюсь, что квадрик выжил Потому что не хочется Без полета, по крайней мере, его потерять Я чувствую, что если он упадет У меня туда вниз То мы с ним попрощаемся Я реально в шоке от того, что я вижу Это фантастика Господи, спасибо за то, что ты Сотворил мир именно таким Что он может тебя просто порадовать Какими-то своими красотами настолько, что Ты становишься невероятно удивленным Вот это слезняк Постепенно отходим еще немножко дальше Чтобы увеличить между нами расстояние Чтобы он как можно больше попадал весь в кадр И то, что я вижу, меня просто до глубины души Постаргает Ха-ха Вот это красота, ребята Вот это момент В жизни По-моему, он до сих пор весь в кадре не помещается Настолько он огромный Ну что, дорогие друзья Мы смогли, добрались То, что хотели Мы видим Как ты? Довольна? Да Достойна твоего лайка такая красота? Еще как Восхитительный водопад Великан Большой его назвали Там названий много Но он действительно просто невероятен Это очень круто Но он мы по-моему Уже У меня прям Кирпич Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как тебе этот водопад? Что у этого нужно делать? Если мы приехали на машине, никакого качества не спутали, потому что мы идеально проделали очень тяжелый маршрут, поднялись с горы и увидели водопад. Но советую сначала смотреть Ирину, а потом Большой. Потому что после Большого, Ирина, конечно, это тоже масштабный, это тоже такой лазинство-образный, но совсем другое. Назадка тех людей, которые после вот этих водопадов едут на те маленькие, которые у нас были в начале ролика. Хотя не только имеют вот самую красоту, но это не страшно, да? Двигаемся дальше. Мы уходим последними с этой парковки. Тут точно никакого уже не осталось. У нас водопады только наши. Интересно, за сколько мы дойдем? 18, 22, 13, почти 14 тысяч шагов. Мы выходим обратно на дорогу. Время у нас 18.50, 16.352 шага. Вот такой маршрут проделали на обратном пути. Ну, как бы вообще легко вниз идти. Особенно вот с таким резаком, как у меня, он меня прям гонит вперед. Остался еще один водопад. Пройти тут асфальт ребята сделали до этого места. Там, я думаю, еще работают катки. Поэтому на машине туда не вариант. 800 примерно метров до Святого водопада. Друзья, на ночь глядя мы добрались до ресторана у Святого водопада. Здесь везде бежит водичка, национальная кухня, восточная Абхазия. Показывают, куда идти к другим водопадам. Святой нам сюда. Много разных источников. Мы сюда могли доехать до машины. Ну, как говорится, кто бы знал. И смотрим вниз. Здесь просто потоки с тех водопадов, которые мы с вами уже видели, стекают вниз. Ну, пойдем посмотрим на сам водопад, где он здесь находится. Здесь у нас вход в кафе. Волк есть, террасы, чтобы покушать. Можно попить водички, помыть ручки. Я думаю, что к водопаду нам надо двигаться сюда. Через кусты, как говорится, через тернии к звездам. Чтобы его увидеть и подойти к нему поближе. Да, абсолютно верно. Обходим кафе. Воды много. Она аж по лестнице здесь бежит. Из гор стекает. Сейчас мы с вами увидим то зрелище. Глядя какого. Мы, собственно, сюда к вам и шли. Ёканы, макарёканы. Даже ночью он выглядит невероятно. Тут еще такая подсветочка. Супер просто. Там вообще чаша. В которой можно его разглядеть. С нами псы идут от самой подковки. Давай, проходи, собакин. Собакин. Оп, оп. Мы пытаемся тут дальше защемиться. Точно, но классно, что он действительно с подсветкой. Потому что так бы мы ничего не разглядели. Я думаю, ночные водопады Абхазии вам еще не снимали. Сюда какой-то мощный прожектор. Было бы очень круто. Вот он. Водопад святой, ребята. Ночное невероятное зрелище. Ну что, мы, в принципе, довольны тем, что увидели. Потому что все очень-очень красиво. Жалко, камера, конечно, не передает глазами. Это все видно, ребята. То есть, все, можно отправляться в обратную дорогу. Ну, либо в ресторанчик посидеть, что-нибудь перекусить. Местечко очень-очень красивое. Советую посещению. Каскад из трех водопадов. Это обосхищение на этой реке. Это супер. Плюс мы еще два увидели до этого. Экскурсия просто ван лап. Ну, по стоимости, конечно, выходит, как на озеро Рид съездить. Тут облака рассеялись. И мы ходили вот под такими видами. Чтобы вы понимали. А там были облачки в это все это время. В пути в Ткурчал есть еще радоновый источник, ребята. Сюда приезжайте. Вход 200 рублей. Можно пойти искупаться в ваннах. Ночью, говорят, холодно. Возможно, у вас ничего не получится. Но мы сходим. Обычный пресный бассейн. Холодный, наверное. Смотрите, там находятся номера. Куда нас хрен понес? Говорят, там никого нет. Сейчас будете только вы. Вот мы и идем. Шли, шли, шли. Внизу такой домик. Мы прям устали чапать. Местами очень теплом, местами очень хорошо освещено. Так что сказать, как здесь непонятно. Ну, ночью, наверное, лучше не ходить. Лучше приходите днем. Но у нас другого варианта нет. Тут душевые. Можно помыться. После них туалет есть. Клево. Там река. Вау. Жалко, вы это не видите. Ребята, тут очень красиво. Занято. А вот так вот выглядят сами ванны. То есть, можно прийти и прям... О, она тепленькая, водичка. Течет. Закрываете. И принимаете ванну. Руки замочил. Они тех, чем-то даже пахнут. Здесь есть противопоказания. И... Ну, никого нету, ребята. Перекрыл я все ванны здесь и там еще. Чтобы у нас напор побольше был. Ну, по-быстрому примем и уйдем. В общем, все вернем на свои круга. Раздевайся, зайка. Ну что, мы залазим, ребятки. Во-первых, я ванну за тысячу лет не принимал. А тут еще эрадоновые. Как вам? Текло. Ванны надо принимать в комплексе, ребятки. Но, в принципе, мы довольны. Кайфанули. Собираемся. Отправляемся к машине. Днем здесь, главное, гораздо красивее. Ну, самое главное, надо подытожить. То есть, мы, в принципе, все, что хотели, увидели. Жалко, что Святой у нас достался в ночи. Мы-то его увидели. Вам-то особо не смогли показать. Но, надеюсь, все остальные водопады вам понравились. Вот, много времени уходит из-за того, что мы снимаем. Подводим квадрокоптеры. Мы пытаемся узнать что-то там более интересное. И из-за этого мы не вкладываемся именно в саму программу. Там люди все эти места посещают. Прям, знаете, как папа пришел, посмотрел, сфотка ушел. Все. То есть, максимально быстро происходит. Ну, надеюсь, что ролик вам зашел. Ну, вы в этом моменте смотрите и понимаете, что вы хотите сюда приехать. И тоже то увидите. Я уверен, если вы это сделаете, то сделайте очень правильный шаг. Вот, пару слов от Ксении. Ксения, вам чача понравилась? Да, запомнилась. На все водопады. Ну, вообще, место стоящее. Хотели бы туда еще когда-нибудь отвергнуться. Да? Летом, да? Чтобы до вышел-то там искупаться. Это был Барк Барк. Ребят, спасибо всем за просмотр. Хорошего настроения всем. И во все ваши города огромнейший привет. Не забывайте подписаться. Делайте репосты данного видеосюжета своим дорогим, близким, друзьям, товарищам. И увидимся в следующем видео. Мы не прощаемся. Мы на YouTube. Всем пока. Хотя, может быть, в ВКонтакте. Туда тоже подписывайтесь. Андрей Дзен. Телеграм. Все. Ссылочки в описании. Ждем вас, ребята. Пока. Все. Пока.